Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Рада вас приветствовать! Сегодня предлагаю поговорить на актуальную тему, поговорить о повышенном потоотделении, о жаре. Мы с трудом пережили эту неделю. Было очень жарко, вот прям сухая жара. Выходишь на улицу и сразу же покрываешься потом весь. На следующей неделе нам обещают температуру еще выше, 36 градусов всю неделю. Друзья, эту неделю спасалась двумя аптечными средствами. Очень хочу вам про них рассказать, порекомендовать, если у вас тоже в городе жарко, возьмите мои советы на заметку. На следующей неделе будет еще сложнее, еще труднее, но надеюсь, что эти два средства выдержат и более высокую температуру. Сначала поговорим о цинковой мази. Раньше цинковой мази в жару я никогда не пользовалась. То есть никогда не использовала эту мазь от повышенного потоотделения. Я всегда пользовалась жженными квасцами. И они у меня, друзья, закончились. Я пришла в аптеку, чтобы купить, но их просто нет. Нигде. Ни в первой, ни во второй, ни в третьей аптеке. И вот в одной из аптек мне аптекарь сказал, возьмите опученную цинковую мазь. Работает нисколько не хуже, стоит дешевле тот же самый эффект. Я говорю, разве можно цинковую мазь наносить под мышки? Она говорит, не только можно, но и нужно. Здесь есть еще увлажняющий компонент. Вам будет с этой цинковой мазью очень комфортно в жару. Друзья, я купила, и вы знаете, по сей день благодарю аптеками. Это действительно очень круто. Намного круче жженых квасцов, пасты Теймурова. Вот цинковая мазь, вот прям буквально одна горошина, выручает в жару лучше всех дорогих дезодорантов и всех аптечных средств. Цинковую мазь небольшое количество наносила на все проблемные зоны. Под мышки можно наносить, на спину, на шею, под грудью, на ноги, на руки, везде. Вот где у вас повышенное потоотделение, нужно совсем чуть-чуть. Цинковая мазь хорошо подсушивает, поэтому если у вас прыщи, опрелости, цинковая мазь – лучшее спасение. Плюс цинковая мазь снижает рост патогенной микрофлоры, которая вызывает запах пота. То есть с этой мазью не потешь, нет неприятного запаха пота. Поэтому если в вашем городе знойная жара, возьмите цинковую мазь на заметку. Она защищает намного лучше пасты Теймурова, как я уже сказала, жевных квасов и однозначно лучше любого дезодоранта. Единственное, она оставляет белый налет. Поэтому перед тем, как одеть цветную одежду, либо черную одежду, дайте этой мази впитаться. Вот такой вот, друзья, первый совет. Второе средство – это обычная детская присыпка. Я вам, друзья, уже рассказывала, как она меня выручает зажару. Сейчас просто дополню свой отзыв. Присыпку лучше брать самую дешевую, в составе которой есть оксицинка желательно. Тогда эта присыпка будет работать как цинковая мазь. Друзья, единственное отличие от цинковой мази, то есть еще плюс, какой будет у присыпки, она будет собирать лишнюю влагу, то есть пот, за счет того, что в составе есть талький крахмал. То есть 100% защита от повышенного потоотделения и неприятного запаха. Как пользуюсь присыпкой? Присыпкой пользуюсь как пудрой. Небольшое количество на ладошку и при помощи кисточки распределяю по лицу, по шее, по зоне декольте. Дальше, если у вас очень сильно потеет кожа головы, используйте присыпку как сухой шампунь. На чистые сухие волосы присыпку распределяете, потом расческой расчесываете, ничего не будет видно, не думайте, что там будет казаться, что у вас в голове перхоть, ничего подобного. Зато голова не будет потеть. И у меня очень сильно потеет затылок. Вот я даже к лету подстригла волосы. И вот в знойную жару небольшое количество присыпки и в зону затылка не потеет. Очень меня вручает вот эта присыпка от пота головы, лица, шеи, рук. Присыпка незаменимый помощник. Точно так же можно ее наносить на ноги. И еще один важный момент, чем хочу дополнить свой отзыв о детской присыпке, это если эту присыпку сочетать вместе с дезодорантом, то дезодорант держит в два раза сильнее. Если ваш дезодорант плохо защищает вас от пота, либо вообще дезодоранты на вас плохо работают, попробуйте добавить немножко присыпки. На чистой подмышке сначала дезодорант, потом детскую присыпку. Друзья, целый день можете ходить по жаре, не будете потеть, не будет неприятного запаха. Я так проверяла не однажды на этой неделе, у нас было очень жарко, мы приезжали на дачу, я наносила с утра дезодорант, наносила чуть-чуть присыпки, и весь день на даче на жаре, и вы знаете, никакого запаха, никаких мокрых подмышек. Вот такой вот у меня был удачный эксперимент. Друзья, на этом буду заканчивать свое видео. Надеюсь, что небольшие советы, небольшие хитрости помогут вам пережить жаркую погоду, сновенную жару. Буду рада, если это видео будет для вас информационным и полезным. Меня в комментариях обязательно дополняйте, я уверена, что среди моих подписчиков еще много интересных идей, хитрости, поэтому хозяйки, женщины, делитесь обязательно. Лучшие советы, лучшие идеи обязательно публикую на своем канале. Всем спасибо за просмотр, всем пока!